Не только вагнеровцы, Турчинов рассказал о других сорванных масштабных спецоперациях. Александр Турчинов рассказал, что кроме сорванной операции украинской военной разведки по задержанию российских наемников из Чок-Вагнер, были свернуты и другие мероприятия по реализации масштабных оперативно-боевых задач спецслужб в тылу врага на оккупированных территориях. Об этом бывший секретарь СНБО заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Сабика Шустера». В качестве примера одной из таких спецопераций экс-нардеп назвал планы по освобождению украинских заложников в одной из тюрем Днровцев, ликвидации боевиков и выводу освобожденных пленников за линию фронта на свободную территорию. Турчинов подчеркнул, что в последние годы подобные спецоперации вообще уже не проводятся. Это просто трагедия нашей страны. Другое слово здесь подобрать практически невозможно. Я хочу сказать, что задача нашим силовым структурам, нашим спецподразделениям по уничтожению врагов, по ликвидации руководителей оккупационных. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Администрация военных преступников, которые уничтожали как наших солдат и офицеров, так и гражданских, была поставлена еще с 2014 года, рассказал он. Бывший гощиновник напомнил, что в Украине тогда практически с нуля возрождалась СБУ, военная и стратегическая разведки ВСУ. И в течение времени до 2019 года вы знаете, я не буду детализировать эти вопросы, но вы знаете, как проводились оперативно-боевые задачи по уничтожению врагов Украины. Более того, была поставлена задача и тех, кого можно затянуть на территорию Украины, кого можно задержать, также реализовывать эти вопросы. Говорит Турчинов, напомнив о задержании Днровца Владимира Цимаха, причастного к катастрофе малайзийского БНГ, рейс MH17. К сожалению, после 2019 года фактически остановились оперативно-боевые задачи. Я за 2,5 года не слышал, чтобы хоть один из врагов на территории оккупированной или в России был ликвидирован. Фактически начались степ-бай-степ останавливаться и реальные операции. Задержание вагнеровцев это не единственная свернутая операция. Рассказывали в СМИ об операции по спасению военнопленных, наших ребят, которые являются заложниками, над которыми издеваются в тюрьме в районе города Донецка. И уже была отработана технология штурма этой тюрьмы, боевой задачи, и уничтожение всех, кто ее охраняет, и вывод их через линию фронта. Это также было остановлено, рассказал он. Турчинов убежден, что через некоторое время задействованные в таких спецоперациях украинские разведчики обязательно будут награждены государством, но сейчас же они подвергаются репрессиям. И когда мы говорим о ситуации с военной разведкой, которая провела блестящую операцию. И я хочу здесь сказать, придет время, и все, кто проводил эту операцию, все, кто ее организовывал, будут героями Украины, будут иметь серьезные государственные награды. Пока их увольняют со службы, их преследуют. И весь мир аплодирует украинским спецслужбам. Весь мир считает, что это была уникальная операция, кроме нашего военно-политического руководства, высказался бывший секретарь СНБО. Напомним, что в ноябре 2020 ГО-подполковник ВСУ Михаил Николов-Лермонтов в разговоре с журналистом Юрием Бутусовым обнародовал информацию о срыве по причине слива информации на уровне руководства Украины специальной операции по освобождению украинцев, удерживаемых террористами в тюрьмах оккупированного Донецка. Офицер тогда отметил, что боевая группа для реализации этой задачи была создана еще в конце 2018 года. В новом выпуске ток-шоу «Свобода слова Сабика Шустера» 19 ноября гости студии Янина Соколова, Александр Турчинов. Александр Литвиненко, Давид Арахами и другие обсуждают долгожданное расследование Беллингкот. Также эксперты рассказывают, есть ли при власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова. Напомним, в предыдущем выпуске «Свободы слова Сабика Шустера» украинцы высказались о том, должна ли Украина временно приютить беженцев с белорусской границы. Также в студии рассказали, почему так дешево продали завод «Большевик» в Киеве. А еще в эфире Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как изменилась Украина после Майдана, и почему Путин скоро поймет, что сюда не надо лезть. Кроме того, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал рецепт того, как сделать дороги Украины безопасными и уменьшить смертность в результате ДТП. И смотрите мнение украинцев относительно того, станет ли тысячи гривен от Зеленского стимулом к вакцинации.